Восьмилетнего Марка, пропавшего 27 апреля в Красноярске, через сутки нашли живым. Со двора, куда ушел мальчик на прогулку, его увел неизвестный мужчина. Как позже выяснилось, ранее он был судим за убийство. Нашли мальчика в заброшенном доме. На поиске ребенка были подняты по тревоге несколько сотен полицейских. Опытные следователи-криминалисты, краевого главка, волонтеры, задействованные квадрокоптеры. Марка искали в дворах, подвалах домов, на набережных Енисея. По всему городу добровольцы расклеивали ориентировки, в которых говорилось, что в 15 часов мальчик ушел гулять во двор по проспекту Красноярский рабочий в 80 и пропал. По словам соседей, ребенок из полной дружной семьи, воспитанный, спокойный, рассудительный, не склонный к побегам. Учится в первом классе 79-й школы, расположенной недалеко от дома. Одна из учениц, увидев ориентировку, которая показала мама Марка, вспомнила, что незнакомый мужчина предлагал детям распространять какие-то листовки. Марк согласился. Мужчина увел его за гаражи. Эта информация тут же была передана в полицию. Почти через сутки мальчика нашли в заброшенном здании на улице Марковского, 27, известном как дом Ленина. Там его держал 43-летний мужчина, где, скорее всего, проживал и сам после освобождения. Как сообщают в детственном комитете, он провел в колонии строгого режима 20 лет за убийство в Кемеровской области. К слову, чтобы добраться с правого берега на левый, нужно сесть на автобус и ехать не меньше 40 минут. Значит, на мальчика с мужчиной никто из пассажиров не обращал внимания. Ребенок вел себя спокойно. Однако за скупными строчками официальных сообщений скрываются факты, от которых становится не по себе. По информации следственного комитета, мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание. Можно предположить, что он неоднократно приходил во двор, где гулял мальчик, следил за ним, знал примерное время, когда тот появляется во дворе, вел с ним беседы. На какие темы и что обещал восьмилетнему мальчику, пока неизвестно. Возможно, чем-то угощал, чтобы завоевать его доверие и расположить к себе. Определить местонахождение ребенка помогли кадры с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, попросив помощи в поимке преступника. На видео к сидящему на лавочке мужчине подбегает предположительно пропавший мальчик. Они о чем-то коротко беседуют. Мальчик убегает. Вот тот же мужчина идет внутрь двора. Вот прогуливается рядом с домом. Именно эти кадры помогли выйти на след похитителя. Красноярцы сообщили о том, что подозреваемый может находиться в заброшенном доме на Марковского. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР, Росгвардии пошли на штурм, задержали мужчину, с которым ушел Марк, и освободили ребенка. На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудник полиции, который ведет малыша рад, что ребенок найден живым, он спрашивает его, почему же он ушел с незнакомым мужчиной. Мальчик что-то возбужденно рассказывает. В машине полицейских, куда его посадили, ребенка трясло. На тыльной стороне руки видна большая ссадина. Котлету, которую ему предложили сотрудники по делам несовершеннолетних, ел с аппетитом. Заброшенный дом Ленина был долго оцеплен полицейскими. Там велись следственные действия и обыски в комнате, где похититель прятал ребенка. На подоконнике бутылка с водой, на полу ковер, клетчатое одеяло, подушка, рядом наполненные чем-то полиэтиленовые пакеты. А вот и другие кадры оперативной съемки. Из автомобиля разгвардейцы выводят обнаженного по пояс мужчину в синих джинсах, с шапкой на голове, закованного в наручники. Как суровые бойцы СОБР, у которых наверняка тоже есть дети, сдерживали себя, когда везли его в управление уголовного розыска краевой полицией. Представить сложно. В следственном комитете края сообщили, чтобы установить детали произошедшего, допросят злоумышленника и мальчика. Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей, следователей криминалистов Главного управления криминалистики, криминалистического центра СКР, оперативных сотрудников полиции, волонтеров, а также неравнодушных граждан, сообщивших очень важные для следствия обстоятельства, удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом в центре Красноярска, в котором он прятал ребенка. Трагедии на этот раз не случилось, но кто знает, что могло произойти с ребенком, если бы его не удалось оперативно найти? Оставил бы его в живых бывший зэк? Вряд ли. Такие истории, как правило, заканчиваются трагедией. Не исключено, чтобы замести следы, бывший сиделец просто избавился бы от маленького свидетеля. Следователи проверяют и другую информацию о нападении неустановленного мужчины на школьницу, которое произошло 19 апреля. Жительница Красноярска написала заявление в полицию о том, что по словам ее 10-летней дочери, неизвестный мужчина напал на нее рядом с домом. Он попытался утащить девочку в гаражи, но ей удалось вырваться и убежать. Возможно, кто-то ему помешал. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Я предвижу бурю осуждения, которая может сейчас обрушиться на родителей мальчика. Туда смотрели? Почему не контролировали его общение в интернете? Не спешите обвинять. Эксперты, проводящие мастер-классы по сетевой безопасности с детьми, говорят, что больше половины детей получают сообщения от незнакомцев. А следователи, работающие с последствиями таких переписок, утверждают, что дети боятся рассказать о произошедшем родителям. Так что спросите сначала себя. Вы точно все знаете о своем ребенке? Уверены? 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 Продолжение следует...